Приветствую вас. Если говорить конкретно про поздравления, то здесь очень многое зависит от того, чего вы ожидаете. То есть, понимаете, если вы ждете от мужчины того, что человек, образно говоря, ответит вам взаимностью, если вы ждете, что человек как-то вот начнет себя проявлять по отношению к вам. То в таком случае поздравлять не нужно, потому что вы останетесь разочарованы тем, что, ну, тем, как человек, например, себя повел, как человек отреагировал. А он, в свою очередь, почувствует фальш, неискренность в том, что вы ему там вот напишете, например. И будет в итоге это, как бы, довольны будете, недовольны будете ни вы, ни он. Никто не будет, никто не будет довольны. По итогу. Вот. То есть это, как бы, идея вот, ээээ… Такая, ну достаточно, неоднозначно, скажем так. Дальше. Любопытно, довольно любопытно, что в этой ситуации вас интересует поздравлять мужчину или нет. То есть, вот при том, что у вас происходит, при том, что, вот, нет, у вас не произошло, при том, что вы чувствуете сами, да, и так далее, при том, что вы испытываете, при том, что вы ощущаете, вот, довольно любопытно, что волнует вас исключительно вот эта вот история о том, поздравлять его или нет. Такое ощущение, что вы несколько, несколько, знаете, вот, что называется, отвлекаетесь что ли, или как-то вот пытаетесь отвлечь, да, то есть эта вот история здесь, она, ну, такая, знаете, вот крайне неоднозначная, я бы сказал. Крайне неоднозначная эта история здесь. Вот. Вот. Это такой момент. Дальше. Исходя из вашего текста, то, что мне показалось, то, что вот мне именно показалось, что мужчину изначально вы воспринимали исключительно как мужчину только, как личность, как человек, как носитель определенных культурных и личностных ценностей, ну, на мой взгляд, человек вас особо не интересовал. И в этом, в этом, я вижу довольно серьезную проблему, как мне кажется, потому что это, возвращаясь к вопросу о том, на каких основаниях вы устраиваете свои отношения с мужчинами. Это, на мой взгляд, очень важный момент, потому что это, на мой взгляд, очень важный момент, если вы сами себе отсчета в этом не отдаете, то получается не очень хорошая ситуация, когда вы свои желания, и ответственность за свои желания перекладываете на человека. И в отношениях с человеком находятся не для него, а для себя, решая, собственно, свои трудности, решая свои проблемы и свои задачи, которые решать, конечно, нужно, вне всякого сомнения, но ни в коем случае не за счет человека, не за счет его самого, а здесь же вы, судя по тому, что говорите, отказывались и сейчас признавать реальность, которая состоит в том, что мужчина, ну, не был заинтересован в вас, судя по тому, что вы не были И плюс к этому вас по-видимому задел тот факт, что в большей степени его заинтересовала другая. Девушка, а не вы. Вас это именно задело. То, что вас это задело, тоже является психологически важным моментом, потому что это на вас как-то повлияло. Это скрыло, что называется, вашу собственную проблему, которая у вас есть. Это проблема одиночества, например, проблема неуверенности в себе, проблема противоречий, проблема желания что-либо доказать. В общем, множество здесь есть вариантов. И, наверное, ваша основная задача, вот, посмотреть на то, какую именно проблематику скрыл мужчина. Что конкретно, конкретно, точнее, человек надавил, да, и так далее. Ну, вы сказали, что сделали первый шаг, ну, по отношению, по отношению к мужчине. Повернулись к нему, вы пишите. А меня, наоборот, отвернули. И вот возникает в таком случае вопрос, на мой взгляд, вполне логичный. А для чего вы в таком случае, зачем вы поворачивались к человеку? А, то есть, то есть, ну, для чего вы это делали? То есть, получается, получается, что вы это делали не совсем для него. Вот, ну, получается, так. Зачем тогда вы это делали? Вот, на этот вопрос тоже нужно ответить. Почему? Потому что, в основе данные проблемы, лежат в вашем ожидании. То есть, то, чего вы ждете в отношении, когда это не обрадовывается. Вы, естественно, чувствуете себя хуже. Потому что ожидание не обрадовывается, вам плохо. Это нормально. В данном случае. Вот. И, в общем, да, я бы сказал, что, наверное, наверное, по-другому не должно быть. Вот. Наверное. То есть, ну, не должно быть иначе. В данном случае. А, вот. То есть, проблематика, она вот такая. Будет с вами. И, как, я надеюсь, вы понимаете, что вопрос того, поздравления, ли вы человека или нет. Да? Вопрос. Он не является ответ первостепенным. Ваша задача разобраться в себе. Вот. Ваша задача лучше понять себя. Вот. Ваша задача более полно отдавать себе отчет в том, в чем вы не знаете, чего вы хотите. И тогда уже смотреть на, ну, на ситуацию несколько под другим углом. Да? То есть, то есть, смотреть на эту ситуацию с точки зрения того, где вы, ну, от себя, образно говоря, куда-то отошли. Да? Где вы начали, образно говоря, себя предавать. Вот. Где вы, образно говоря, поступали, наверное, да? как-то вот негативно по отношению к себе. Вот. А, и какую проблему вы пытаетесь решить через отношения, через мужчину и так далее. Это, на мой взгляд, довольно серьезный момент. Это, на мой взгляд, довольно серьезные нюансы, на которые вам нужно обратить свое внимание. как только вы начнете меньше ожидать, как только вас, ваши ожидания начнут зависеть только раз от кого больше, вам станет куда более, куда более легче, спокойнее и, самое главное, естественнее общаться с мужчинами. И вопрос о том, поздравлять ли кого-то, кого-то с праздниками, да? У вас, не важно. Потому что вы четко будете знать, для чего вы это делаете. и, соответственно, сложно будет как-то это спрогнозировать. Вот. Так вот, можно ответить вам на вопрос. На этом все, на этом все. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. ходит в небе. pm